Приветствую вас, Артем. Ну, один из ключевых моментов, пожалуй, вашей ситуации заключается в том, что вас бросали еще не один раз, значит, есть какой-то, какой-то у вас, ну, есть не какая-то модель. Поведение, да? Вот. Которое приводит к тому, чтобы, ну, к тому, что вас, ну, грубо говоря, бросают. Вот. Такая вот история. Поэтому тут мне кажется, что имеет смысл провести анализ именно вашего поведения. С, эм, эм, с девушкой, с девушками для того, чтобы лучше понять, что происходит. Вот. Это первое. Второе. По поводу, эм, ну, страха. Вот. Может быть, вы боитесь, эм, чего-то, конечно. Но, мне кажется, что сейчас, эм, страх у вас ушел на более, эм, ну, ну, на более, эм, такой, ну, глубокий уровень. Как мне кажется. Вот. И вы его можете, эм, не замечать. Вот. Вот. Нормально ли переживать расставание? Так вот, как вы переживаете? Ну, да, пускай. Да. Эм, в принципе, эм, скорее, нормально. Чем ли нормально? Ну, мне, мне, мне кажется, что идея здесь немножко в другом. Эм, почему вы считаете? Этот вопрос у меня появился, когда я прочитал еще заголовок вашего текста. Эм, вот. Почему вы, эм, считаете, что должны сразу искать девушку? Вообще, зачем вам искать девушку? Вот. Для чего вам искать девушку? Вот. Я, честно говоря, этот момент мне очень, эм, уловил их, раз хотел бы его прояснить. Эм, вот. Для чего вам искать девушку? Ну, вот с какой, эм, целью? Вам чего-то не хватает? Вы в чем-то чувствуете себя неудовлетворенным, что происходит? Лично мне показалось, что у вас в какой-то степени есть нехватка собственной значимости. Ну, ощущение собственной значимости как будто бы вам не хватает. Потому что вы говорите, что когда меня девушка начала расспрашивать обо мне, задавать вопросы, я ей даже в начале, в начале не поверил. То есть, иными словами, вы сейчас хотите сказать, что вам сложно поверить в историю о том, когда, когда вы интересны. Вам достаточно тяжело. Тяжело в это поверить. Вот. То есть, вы сомневаетесь, сомневаетесь в том, что интересно. Ну, давайте разберем ваш вопрос более детально. Я дам еще несколько комментариев. Итак, в сентябре у меня появились отношения. Хочу обратить ваше внимание на то, что вы говорите о отношениях. То есть, я не познакомился с девушкой, не начал с ней общаться. А именно, появились отношения. То есть, для вас важные отношения. Хочется обратить внимание, что отношения имеют, как бы, связь в большей степени с социальным статусом, нежели чем с реальным взаимодействием между людьми. Потому что отношения – это просто форма взаимодействия. В первой встрече девушка мне очень понравилась. Особенно ее любопытство в мою сторону. То есть, вам понравилась не сама девушка, а то, как вы себя чувствовали с ней. То есть, вам понравились вы с ней. Но не она. Она тоже. Но на первом месте. Именно эта. Все эти вопросы и рассуждения в целом искреннее желание узнать от меня, как личный случай. Это меня, несомненно, порадовало, так как очень редко встречи людей, которые с первой встречи будут так пытаться тебя узнать. Это действительно правда, но здесь момент такой. Воле-неволе здесь встает вопрос о мотивации. То есть, зачем человеку узнавать с первой встречи вас так активно? Это неволе настораживает. Но очевидно, что не вас. То есть, вот вы не задавались вопросом, мол, а почему она так пытается меня узнать? Вот. То есть, явно пытается ускорять этот процесс. Явно пытается ее как-то педалировать. Сперва мне казалось даже, что это розыгрыше. Так, ну про это я говорил. Но все казалось иначе. У тебя завязались отношения. Опять же, здесь у вас идет упор на то, что завязались отношения. Не столько на самого человека, сколько именно на вот факт того, что завязались отношения. Я был очень рад, испытывал самые приятные эмоции, которые завязаны человеку на данном этапе развитие взаимоотношений. О каких эмоциях здесь вы говорите? Это очень важно, какие чувства вы испытывали. Мы встречались два месяца. Да, продолжительность небольшая, но я ценю то время, где я был очень рад. Знаете, вот здесь чувствуется некоторая грусть и как будто бы даже обреченность. Потом девочка заявила о разрыве, на что я отнесся спокойно, не стал разбираться, упрашивать. То есть приняла такой удар, как реальность и все. А в следствии чего для вас это было ударом? Упрашивать может быть не надо и не надо, а вот разобраться, спросить у нее, чем продиктовано ее решение, ее желание. Ну, мне кажется, вполне себе можно было бы, ведь так вы по сути продемонстрировали ей, что вам не особо важны отношения. Она могла просто испугаться. Так, я не страдаю, не переживаю. За это вы меня уже бросали не один раз, но вот это нужно разобраться, почему вас бросали не один раз. Возможно, выработался именно где-то таким ситуациям. Ну, вы, может быть, стали менее чувствительны, чувствительны. Вот, это правда. Может быть, вы стали менее чувствительны к тому, что происходит. Я имею ввиду, к тому, что происходит, когда вас бросают. Но вряд ли вы приблизились к тому, чтобы лучше себя узнать. И вряд ли вы отдалились от обесценивания, которое чувствуется в вашем тексте по отношению к самому себе. Однако, именно после разрыва этих отношений у меня не возникло желания найти сразу же кого-то, что закрыл эту простоту внутри меня. Это тяжело для вас, скорее всего. Потому что в отношениях вы же нацелены на поддержание некого образа самого себя. Вы, мне показалось, не нацелены на то, чтобы что-то давать человеку. Причем того, что у вас в избытке. Вы, мне кажется, здесь ориентированы на другое. Плюс, это пустота. А вот, что это за пустота. Давайте тоже посмотрим. Ну, постараемся, давайте пойдем в эту пустоту. Ну, вот, и постараемся понять, из чего она состоит. У меня нет желания, брат, у тех с кем-то. Вообще, отсутствует сейчас желание знакомиться, пытаться найти кого-то еще. Я не очень разделяю вообще эту позицию знакомиться и искать кого-то еще. Мне кажется, что такое общение, оно очень поверхностное на самом деле. Вот. Мне кажется, что имеет смысл вам больше внимания уделять своим интересам, своим приоритетам, своим увлечениям. И вот уже в процессе реализации их знакомиться с людьми, чтобы иметь с ними достаточно общего, для активного, равноправного взаимодействия, чтобы иметь возможность раскрыться перед этими людьми, как личность, да, другим людям раскрыться перед вами, как личность. Такие отношения более, мне кажется, зрелые, более крепкие, более устойчивые, более глубокие. Должен говорить вы, это довольно поверхностная история, где человек сам по себе, к сожалению, как мне кажется, не ценится ввиду того, что его можно очень быстро заменить таким знакомством. Вот. И индивидуальности как бы нет. Индивидуальности нет. Она не рассматривается, она не востребована. И нет точек пересечения между людьми, опять же. Как быть в такой ситуации? Как быть, чтобы что? Страх ли это или обычное дело после разрыва? Ну, вы... Как бы я отвечал на этот вопрос, но... Могу ответить, я могу добавить. Вас же уже бросали, если я понял, не один раз. Вот. Вы можете, в принципе, сами сказать, как обычно это делали или нет. Потому что у каждого всего индивидуально. Мне кажется, вам бы провести какую-то переоценку своих ценностей, переосмысление своих приоритетов. Вот. И вам бы разобраться в себе, научиться чувствовать себя, замечать свой внутренний мир, проявление своего внутреннего мира, своих ощущений. Тогда ваша жизнь будет богаче. И люди, которые вокруг вас волей-неволей будут это замечать. Ну, и модель поведения, при которой вас бросают, тоже нужно подкорректировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.